Вы смотрите канал улицы Москвы и в этом выпуске у нас будет прогулочка по Большой Дорогомиловской улице в западном административном округе и недалеко от Киевского вокзала. Это у нас окончание улицы, здесь она сходится с Кутузовским проспектом и посмотрите виды на Москву-Сити. Мы встречались летом туда, дальше, ближе к станции метро Кутузовской, ну а также одноименной станции МЦК. Протяженность улицы Большая Дорогомиловская составляет 1,3 км и идет она от Бородинского моста до площади Дорогомиловской заставы. То есть здесь вот. Ну и по сути является дублером Кутузовского проспекта. Название данная улица получила по фамилии Дорогомилова. Так. Боярина Ивана Дорогомилова. И его вотчина изначально располагалась на левом берегу Москвы-реки, где существовала переправа через... паромная переправа. То есть изначально западная дорога начиналась по Плющихе, ну а потом уже после строительства моста она пришла сюда. Это сейчас Дорогомилово является одним из престижных, наверное, московских районов. Ну а, наверное, после всех районов Центрального округа следом идет Дорогомилово. Ну а раньше здесь жили ямщики. То есть крестьяне, имевшие ямскую повинность. Впоследствии, после того, как почтовые грузы стали перевозить больше железнодорожным транспортом, стали извозчиками. Местность очень часто затапливалась. Одни из самых известных наводнений случались в 1879, а также в 1908 году. Ну и здесь вот преобладает застройка 30-х годов, второй половины, которая пришла на смену деревянной застройки. Ну и вот эти дома, это 60-е годы у площади Дорогомиловская застава. Ну, собственно, такая тоже улица. Уже не центр, но еще не окраина. Хотя, наверное, да, вот Дорогомилово, несмотря на то, что относится к западному административному округу, все-таки, наверное, тяготеет больше к центру. Особенно эта часть, которая находится внутри третьего транспортного кольца, какие здесь сделали благоустройство в каждом дворе. Также Большая Дорогомиловская прошла по реконструкции по программе «Моя улица». Вон, смотрите, какое хай-тековское здесь теперь освещение. Ну и, естественно, демонтированы троллейбусные провода, как уже и по всему городу практически. Вот инновационный транспорт, электробус. Здесь у нас пересечение с Можайским валом, то есть часть камер Калежского вала, который в 19 веке являлся городской границей. В начале 19 века это был насыпь для обороны, линии обороны, фактически, Москвы. Ну, тот же Можайский вал, Рогожский вал, какой там еще. Можайский вал, Рогожский вал. Ну вот, в конце 19 века от Дорогомиловской заставы к центру города, например, можно было доехать конкой. Но трамвай в западной части города был ликвидирован. Здесь он был заменен троллейбусом, но в наше время уже электробусом. Ага. Тут пишут у нас, что дом 1, а также дома 5 и 7, дробь 2 были сооружены до войны, а остальные дома уже после Великой Отечественной войны. Вот так вот. Ну что тут можно видеть? Сейчас высоточка, высоточка на Краснопресненской. Кстати, высоточку МИД можно видеть тоже прямо по центру кадра. Ну да, по центру. Взглянем еще в обратную сторону, к Москва-Сити. Ну, тоже благоустройство оно включало и высадку деревьев. У нас в сторону центра улица Дорогомиловская продолжится, как улица Смоленская. И там такие импровизированные ворота, отели, азимуты, золотое кольцо. А посредине как раз вид на Министерство иностранных дел. Ну вот, дошли до торгового центра Европейский, с другой стороны, от которого мы недавно бывали, на площади Киевского вокзала, открытого в 1899 году и первоначально называвшемуся Брянским. Ну вот у нас в ту сторону Киевский вокзал, сверкает павильончик МЦД. Ну, там мы гуляли, так что ищите выпуск. Он был недавно у нас, площадь Киевского вокзала. Так, туда у нас, к Бородинскому мосту. Ну, мы сейчас перейдем на отчетную сторону. Еще прогуляемся немножко там. Перешли мы на отчетную сторону. Здесь у нас располагается украинский бульвар. Ну, понятно, станция метро Киевская, бульвар украинский. Проходит он от Большой Дорогомиловской до набережной Тараса Шевченко. Имеет протяженность 800 метров и прерывается Кутузовским проспектом. Здесь тоже очень красивое, хорошее благоустройство. Мы сейчас мельком на него также взглянем. Большая Дорогомиловская все-таки она не очень большая. Есть, кстати, и улица также Малая Дорогомиловская. Она примыкает к украинскому бульвару тоже. Можно посмотреть скульптуру, содружество. Ну и такие капитальные кирпичные дома. Как их башня Вулыха там или Тишинская. Вулыха, Тишинская, Москворецкая, вот эти Брежневки. И здесь тоже кирпичные дома. Тоже благоустройство в Москве. Оно везде в последнее время хорошее, но здесь-то тем более эту территорию благоустраивают на уровне Центрального округа вполне. Вот улица пошла сюда Малая Дорогомиловская. Ну, она там проходит среди жилого микрорайона. Мы тоже были на этой улице когда-то. Так, вот скульптура Леси Украинки. Также на западе Москвы у платформы Рабочий поселок есть улица Леси Украинки. Такой тут мостик. Дальше уже шумит Кутузовский проспект. До него здесь недалеко. фонтаны уже выключили. Октябрь месяц все-таки перевалил за свой экватор. Ну, давайте. Ну, так, так, так. Так. ну вот начальная часть кутузовского проспекта уже дальше гостиница украина видно отсюда тоже престижные локации смотрите какие тут сталинки и везде вот круглые фонари поставили по всему дорогомилова внутри внутри третьего транспортного